Бутик Политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик Политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг, с 4 до 5. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Задов. Это Бутик Политик. Сегодня, 5 марта года 2020, четверг. Для меня последний рабочий день недели. Хочу сказать вам, друзья, в эфире я имею в виду. Хочу сказать, что программа с сегодняшним построена по следующему принципу. Во-первых, у нас две большие темы. Переговоры Путина и Эрдогана штичасовые в Москве сегодня. Их завершение, пресс-конференция последующая. И что это все значит. О чем договорились. Как надолго договорились. Много. Тут реально много чего есть. И вторая большая тема. Афганистан, конечно же, потому как с момента подписания. В субботу подписали соглашение. Залмай Халил Зад с представителем Талибов в ДОХе подписал. А мы еще ни разу об этом не говорили. А уже даже некоторое развитие произошло. Которое, как бы, это соглашение немножко ставит под вопрос. Что и можно было ожидать, в принципе. Вот. Поэтому вот такие две темы. Я думаю, что все успею. Надеюсь, по крайней мере, что все успею. Потому как на следующей неделе уже будет совсем другая повестка дня, я так понимаю. Будем решать вопросы по мере их поступления. Вот. Напоминаю, что вы можете мне писать. 347-46-0-877. СМС-портал прямого эфира. 347-46-0-877. Для тех, кто в прямом эфире, меня слушают. Неркмем Филадельфия. Руис и Радио Эпп и iHeart. Эпп везде в нации. Все остальные. Кто слушает меня на Саундклауде или смотрит меня на Ютьюбе. Ищите меня в Фейсбук и Титре. Задавайте ваши вопросы там. Потому что это запись. Сегодня большой, конечно, день. С облегчением вздохнули все. Заинтересованные стороны Третьей мировой не будет. Вот. Потому как разные эксперты. Меня в сценке я встречал в последнее время. Очень же много. Есть разных диванных экспертов, которые в социальных сетях пишут всякие разные вещи. И иногда читаешь, и прям начинает волос шевелиться на голове. Мурашки по коже бегают. Потому как, ну, прям страшно становится. Вот же. Ну, лишний раз, как бы, доказали два человека. Путин и Эрдоган. Что они в состоянии и могут, да, находить компромиссы. Когда время для этих компромиссов созревает. Вот. Все получилось. И с облегчением вздохнули все. Включая НАТО, конечно. Потому как все в этой ситуации стали, как бы, в достаточно напряженное попали положение. Потому как не совсем понятно, как реагировать. И тут много вопросов уже возникало. Если все это продолжится, и в итоге Турция продолжала бы бомбить. И разбомбила бы в итоге какие-то российские военные инсталляции. Что вполне возможно. Потому как, как мы знаем, когда на маленьком пространстве достаточно большое количество серьезных игроков, то рано или поздно серьезные игроки начинают дубасить друг друга по полной. Вот. Вот. И нужно каким-то образом этот вариант развития событий предусмотреть. И разными, с разными экспертами я вас знакомил. Здесь в эфире с мнением, с разными экспертами мнениями я знакомил. Вот здесь, в предыдущих программах, вы можете в архивах это всегда найти. Вот. И Ходоренок говорил, например, замглавного редактора газета, газета РУ, ведущий военный эксперт газеты РУ, что все, что, если, короче, Россия не готова взрывать тактическое ядерное оружие использовать, надо взорвать бомбу близко к турецкой территории, которая по-своей силе напоминает бомбу, которая у Хиросимы на Гастаке была взорвана, вот такая, да, то у России там нет шансов с Турцией противостоять, потому как на земле военных там недостаточно для того, чтобы выключить турецкое превосходство в этом конкретном регионе, в этом конкретном месте и в это конкретное время. Вот. И это уже совсем нехорошо. Мы же понимаем, что это такое вообще. В принципе, я уже про экологию даже говорить не хочу. Про людей. И, соответственно, и понятно, что все напряглись, потому что НАТО в такой ситуации вполне возможно должно было бы ввязываться в войну, потому как атака против одного является атакой на всех, коллективный договор, коллективная оборона. В общем, все сегодня вздохнули, когда увидели эту пресс-конференцию, слышали вступление о том, что эти переговоры очень важны. Вначале то, что Путин и Эрдоган сказали, что это очень важно, что мы собрались силами на этот разговор. Этот разговор между нами начинается очень важный. Не в первый раз так начинается. Вот. И то, что стало ясно, что за образец будет выбрана схема взаимодействия России и Турции на северо-востоке в Курдском регионе, которая была избрана схема. Вот. Это все, как только стало ясно, у многих отлегло. Потому что значит, что стороны будут серьезно работать. Делегация турецкая прилетела в Москву, очень представительная. Как минимум, там было больше людей. Но как минимум, она в составе была президента Турции, его министра национальных дел и министра обороны. То есть главные товарищи, которые принимают решения по вопросам. И такая же представительная делегация была с российской стороны. Три часа стороны говорили без один-на-один, то есть с переводчиками только. А потом к ним присоединились члены делегаций. Вот. И еще три часа они проговорили. В итоге через шесть часов после начала они вышли достаточно довольные. Вышли и провели пресс-конференцию. Говорил сначала Путин, потом говорил Эрдоган, потом министр национальных дел, зачитали главные моменты этого соглашения. Суть соглашения давайте сначала определим, чтобы понимать, вообще где мы. А потом попробуем проанализировать здесь поведение всех сторон и попытаться прогнозировать вероятность срока действия этого соглашения. Значит, во-первых, прекращение огня начинается, уже началось, должно. По этому соглашению по московскому времени, значит, что в полночь, да, должно было начаться, должно вступить в силу соглашение о прекращении огня. По их времени в полночь, то есть по-нашему 25 минут назад. Вот. А полное прекращение огня, то есть самый главный момент. Второе, начинается, значит, никто никуда больше не двигается. То есть Асад вперед не двигается, на Эдлиб не идет. За М4 дорогу он не переходит. Вот. И к южнее дороге М4, короче, которая связывает, если не ошибаюсь, Латакию и Алеппо, это один из двух главных хайвеев, который был целью, как бы, наступления первоизначальной, да. То есть понятно, что главная цель Асада остается без изменений, полностью восстановление своего контроля над всей территории Сирии, которая была до 2011 года под его контролем. Но промежуточная цель была взять эти два хайвея и дальше взять Эдлиб. Потому как это уже было бы три четверти всего. После этого уже оставалось там только на северо-востоке работать, но это уже другая тема, там можно было это с курдами одновременно решать. Короче, мы сейчас этим вопросом не хотим заниматься, мы хотим заниматься только Эдлибом и соглашением, которое сегодня Пуртин или Эрдаган по Эдлибу подписали. Значит, саму дорогу М4 начинают совместно, и причем, если не ошибаюсь, 6-километровую зону, параллельную этому хайвею и с северной, и с южной стороны, патрулируют совместно и русские, и турки. То есть, не совсем мне понятно из тех соглашений, это будут совместные прям патрули, или они будут, российские патрули будут патрулировать с южной стороны, а турецкие с северной стороны, как бы, и это не будут смешанные патрули. То есть, это будут патрули соответствующих государств, Турции и России, соответственно, здесь. Вот. Значит, они будут совместно патрулировать, что должно исключить, как бы, турецкая задача исключить соприкосновение бойцов оппозиции с войсками осада, и, естественно, российская задача исключить соприкосновение бойцов с сирийской армией, с турецкой армией. То есть, надо разделить силы. Это понятный момент, все очень логично и грамотно. Значит, более того, там была интересная динамика. Значит, да, ну, естественно, Эрдоган тоже. Опять же, мы понимаем, что нератив у сторон разный нератив. Нератив Эрдогана, он один, нератив Путина, совсем другой. В некоторых точках они сходятся в том, что касается Хаята Хрирошам, например, и та, и другая страна, по крайней мере, на уровне заявлений. То есть, это бывшая Аль-Каида, это бывшая Аль-Нустра, да, которая с Аркадией связана, которая себя переименовала, да, Хаята Хрирошам означает солдаты свободы Леванта, да. Вот эта группа, она считается террористической организацией с точки зрения Совбезу ООН. Никто, короче, международно признан, что это террористическая организация, и с ней она не переговорная, не рукопожатная. И задача была Турции, кстати, что и говорят русские все время, и Асад все время об этом кричит, что Турция как раз провалила свою задачу по предварительным предыдущим договоренностям и в Сочи, и в Астане, эту организацию, структуру либо разоружить, либо убрать ее оттуда, потому что она провоцирует. И они атакуют позиции и России, и Асадовские сами, чему подтверждений было немало, и Путин, кстати, во время переговоров, естественно, все эти моменты и во время пресс-конференции он эти моменты обозначил. Да, были атаки батареями залпового огня, наверное, по российским базам были дроновые атаки, короче, было много чего, что показывало, что Хаята Хрирошам, как бы являясь острием боевым сирийской оппозиции де-факто, действует, не признавая никакие соглашения между Турцией и Россией относительно Идлибой, относительно зон доэскалации. То есть для Хаята Хрирошам, грубо говоря, зоны доэскалации не действовали, режим прекращения не действовал, что, естественно, использовал Асад, и в данном случае Россия тоже, ну, Асад, как бы, Россия же она официально, она, конечно, она респанца был игрок, да, она игрок, отвечающий за то, чтобы там в итоге, в конце концов, был мир и политическое решение было найдено. Ну, так как Россия, естественно, поддерживает Башаря Асада, то, естественно, и Россия тоже использовала то, что всю эту действию с Хаят Хрирошам для того, чтобы оправдать наступление Башаря Асада, последнее, которое несколько недель идет, и которое позволило бы достаточно большой кусок гувернерата провинции Идлиб отбить уже. Вот. Значит, задача Турции будет, значит, Хаят Хрирошам с ними справиться, то ли их разоружить, опять же, да, то ли их переселить. Вопрос, мы сейчас не занимаемся, мы чуть позже поговорим о том, каковы технически реальные возможности у Турции это сделать и сделает ли она это. Понимаете, одно сразу можно сказать, что, исходя из паттерна, из, как бы, тенденции того, что Турция не сделала этого раньше, возникает вопрос, в принципе, способности Турции это сделать. Потому как, может быть, так может случиться, что попытка насильного разоружения может спровоцировать военный конфликт, который будет стоить Турции гробов намного больше, чем то количество гробов, которые они уже привезли домой за последние несколько недель. Вот. Теоретически сейчас рассуждаем, простите, гипотетически рассуждаем, да. Теперь. Турция также обозначила во время пресс-конференции, Ардаганда сказал, что он планирует главная, одна из главнейших задач достижения этого соглашения. Это переселение того миллиона беженцев, который опять прибежал к границе, вернуть их в свои дома. Я, честно говоря, не совсем понимаю, как это будет сделано. То есть у меня вот логистика этого процесса вызывает дикие совершенно вопросы и недоумение, потому как, если за осадом останется тот кусок идлиба, который он уже забрал, а надеяться на то, что армия осады отойдет с тех позиций, которые она отбила, это сложно мне сейчас себе представить. Вопрос в Саракибе, потому что на момент, что я вам сейчас это рассказываю, вроде бы Саракиб контролировали силы осады. Саракиб это как раз то место, где два хрэвэя сходятся, как я вам раньше рассказывал, М4 и М5. М4, который идет из Атакии в Алеппо, и М5, который ведет из Алеппо в Дамаск. То есть два главные, две главные дороги, контролем которыми критически важен. Да, точнее, свободный проезд автомобилей по этим дорогам критически важен для режима осада, естественно, и легитимно так. Вопрос, останется ли Саракиб за осадом в результате этих мирных соглашений, не так представляется. Из того, что я понял из-за пресс-конференции, потому как это пока все очень сыро, серьезного анализа пока я никакого нигде не прочитал, слишком недавно это все произошло, пресс-конференция была по нашему времени где-то по первому она началась. Вот. И пока еще никто из экспертов не успел высказаться, тех, которыми я обычно обращаюсь для того, чтобы углубить понимание того, что происходит. Вот. И пока не совсем понятно, остается ли осад в контроле тех территорий по этому соглашению, которые он уже отбил. Мне представляется, что да, остается. Потому как было бы странно ожидать от его войск отступления после совершения, после подписания. Вот. Потому как он уже это отбил, и в принципе, это же его территория изначально, правильно? Это Ширийская Арабская Республика тоже. Вот. Поэтому тут все понимают прекрасно. Мне кажется, это такой подспудный месседж идет такой, что, мол, смотри, что я забрал, то я забрал. Как бы оно все равно мое. Раз уж ты отступил оттуда, ты оттуда отступил. Вот. Но атаки, контр-атаки оппозиции, кстати, опять же, еще раз хочу подчеркнуть, по этому соглашению, которое сегодня подписано, должны прекратиться в 12 часов дня. То есть уже прекратились 32 минуты, там должно действовать соглашение о прекращении огня, и судя по моим уведомлениям, пока оно ни разу не нарушалось. Ну, я бы получил такие уведомления. Теперь. Момент вот этого переселения, миллион от тех, кто уже прибежал к турецкой границе, который в этом соглашении, я так понимаю, прописан. По крайней мере, и Эрдоган, и Чавушаглу говорили по этому поводу. Но достаточно все это сумбурно звучало в моих ушах, и мне не очень понятно, как логистически это, как технически это сделать. Вот. Ну, какие-то, видимо, вернутся. То есть, какую-то буферную зону Эрдоган за собой все равно гарантирует. Теперь главный момент, которому мы должны, понимание главного вопроса, это, как все это надолго, и какие здесь чьи интересы в итоге оказались в выигрыше. Да кто в итоге сейчас оказывается в выигрыше? Объективно, мне кажется, что в итоге, конечно, победила пара Путина-Сад, потому что применяет Асад ту же самую тактику. Смотрите. То же самое было около Дамаска, там, где он защищал. То же самое было в Алеппо после соглашения. Соглашение подписано, потом начинается наступление под предлогом борьбы с терроризмом, который на самом деле не просто предлог, а реальная борьба тоже. Да, просто помимо террористов там есть еще и настоящая нормальная оппозиция. Нормальная, в смысле, вооруженная оппозиция, но не являющаяся террористическими организациями. Просто это повстанцы. Да, не все повстанцы террористы. Давайте скажем, это понятный момент. Значит, Значит, а есть те повстанцы, которые воюют с осадом, но которых, в принципе, готовы, открыты к диалогу и которых можно включать в политический процесс. Значит, опять же, стороны, еще раз, кстати, вслух сказали, и русские, и турки сказали, и Путин, и Эрдоган, что решение окончательного сирийского вопроса, оно политическое, его не может быть военного. Мне представляется, даже если Путин в это верит сам, то осад в это, по-моему, до сих пор не верит еще. Вот, и задача как раз российского президента это осаду понимание навязать. Потому как попытка окончательного военного решения, той же тактикой, которой осад прибегал в других зонах деэскалации, которую он потихонечку забирал, ну, в данном случае, сейчас он отрезал достаточно большой кусок идлиба после этого наступления. Да, были потери сирийских солдат, были потери турецких солдат, но в итоге, как бы, такая тактика откусывания, отрезания собаки хвоста по куску, она сработала, понимаете? Вот, и Россия его не сдала, опять же, и продолжала помогать ему, как только могла, и вот в итоге этим соглашением с Эрдоганом она подписывает, она как бы гарантирует фактически ему те достижения, которые он добился в течение этого наступления последнего нескольких недель. Теперь для Эрдогана главное было, тут несколько целей надо было решать, как и для Путина, так и для Эрдогана было важно не ввязаться в полномасштабную войну со своим, как бы, главным сегодняшним партнером по переговорам, да, это для обоих лидеров было очень важно, потому как много чего пострадает, и, в принципе, там недалеко уже было и до невероятно кошмарного, до апокалипсиса, короче, теоретически все могло дойти, вот, теоретически. Поэтому этот момент, как бы, решенный момент. У Эрдогана непростая ситуация внутри страны, и в парламенте есть оппозиция, которая, с одной стороны, критиковала его за то, что он вообще в это влез, с другой стороны, в турецком обществе очень серьезная есть, у Эрдогана была серьезная поддержка, потому как то, что в Сирии происходило, и поток этих беженцев уже вот давным-давно воспринимается как угроза нацбезопасности Турецкой республики, поэтому, кстати, как раз сейчас республиканская оппозиция в Менжлисе критиковала Эрдогана за эту поездку в Турецком. В Москву, мол, типа, едет капитулировать перед Путиным. Но капитуляции не получилось, все равно. То есть, по крайней мере, так это не выглядит, это выглядит как достижение какого-то компромисса, но, опять же, этот компромисс уже на меньшей территории достигается, понимаете? То есть, глобально, конечно, Путин и Асад здесь переиграли его. Понятно. Этим военным наступлением, тем, что сила как бы есть, и вот она, они его переиграли, но этот переигрывание, он имеет определенный предел. Дальше, как я вам раньше объяснял, наступает угроза либо полномасштабной войны, либо, то есть, угроза полномасштабной войны наступает раз, а второе, наступает угроза того, что, понимаете, ведь все равно очень сложно военным путем все это решить, слишком много людей, да, огромное количество, в Глибе проживает 3,5 миллиона человек. Также наступает угроза огромной, невероятной, глобальной, гуманитарной катастрофы, еще большей, которую, ну, сложно, понимаете, Путину тоже не очень хочется это все слышать, и Эрдоган, и Путину, весь этот крик в Совете Безопасности, он, который начинается, уже, уже сирийскому вопросу много-много было заседаний Совбеза посвящено, вот, опять же, тут и там и европейская проблема возникает, она уже есть, поэтому, поэтому, то, что в результате они договорились, это в любом случае хорошо. А чего добились? Значит, вопрос, как надолго, да, вопрос, как надолго, и тут, значит, да, тут возникает много-множество интересных моментов. Первый момент, насколько то, что сейчас, да, все, что эксперты спрашивают все время, то, что вот сейчас Путин и Эрдоган подписали соглашение, с тем сторонам, которые они представляют, они смогут эти стороны заставить эти соглашения исполнять. И если, допустим, по отношению к осаду, мне представляется, что Путин, да, имеет возможность диктовать, потому как без поддержки России армия осады перед турецкой армией просто ничего не может противопоставить, и даже при иранской поддержке ничего не сможет противопоставить. Турецкая военная машина — это серьезная военная машина, и она готова, как бы. То есть мы видим, что Эрдоган, в принципе, готов был бы воевать, если бы не российская поддержка осады, его бы действия были бы намного более жесткими и намного более рискованными. Но тут как бы нужно было ему опасаться определенных моментов, и он по этому тонкому льду прошел. Теперь, опять же, прошел по тонкому льду, но оказался в более проигрышной позиции. Теперь относительно, в итоге, в конце концов, относительно турецкого президента, сможет ли он продиктовать сирийской оппозиции то, что он, под чем он подписывается, то есть прекращение террористических атак, например, и соблюдение режима прекращения огня со стороны оппозиции — это вопрос. Особенно, когда дело касается Хаята Хрирошам, который в итоге все равно не очень-то Эрдогану подчиняется, и был как бы нарушителем спокойствия всю дорогу, а так уже случилось, опять же, не будем говорить по чьей вине. Турция могла делать только то, что она могла делать. Да, она не могла. Ей оказалось, наверное, чрезвычайно затратным разоружение Хаята Хрирошам или перевозок в другое место. Вот. Поэтому, опять же, перевозить их на северо-восток они не могут, потому что там тоже как бы русские патрули, и там тоже есть зона безопасности, где эскалации, и там тоже, и там есть, там много есть проблем, короче, с Хаят Хрирошам. Короче, они прям реально кость в горле для всех. Поэтому смогут ли они, готов ли сейчас Эрдоган начинать какие-то реальные действия по отношению к Хаят Хрирошам, это сложный момент. Про осады я вам уже сказал. Осад как бы смог сделать то, что он сделал, да, смог откусить еще один кусок, и теперь временно будет выжидать. Сколько времени продлится соглашение о прекращении огня? Да, главный вопрос самый, который мы должны задавать. Насколько это времени, пока осад не начнет продолжение этих действий? И тут как бы, опять же, дальнейшее движение осада, как показал Эрдоган, столкнется с еще большим сопротивлением турецкой стороны. И для этого, короче, задача Путина не допустить такого наступления в ближайшее время, по крайней мере точно. И за это в ближайшее время попытаться начать какой-то политический диалог. Сможет ли Путин заставить осада перейти к диалогу политическому? Это очень большой вопрос. Потому как мы прекрасно понимаем, что он, конечно, не хочет делиться властью, а там политическое решение включает выборы. Выборы могут быть произведены только когда в этих выборах будет участвовать и оппозиция, чтобы Эрдоган сказал, что это легитимные выборы, а он уже это сегодня заявил. Нератив-то разный, правильно? Есть нератив суверенитета, легитимной власти Сирии, это нератив Путина и осада, а есть нератив Эрдогана, ребята. Если есть гражданская война, если есть революция, грубо говоря, и огромная часть населения не поддерживает правителя, то надо как-то решать вопрос, если военное решение, мы не хотим допускать военного решения, и мы его не допустим, мы не допускаем, говорит Эрдоган, уничтожения сирийской оппозиции, и мы должны вернуть миллионы беженцев, которые тоже оппозиции, и они убежали. Они под власть осада не хотят заходить и не будут заходить. Соответственно, нужно договориться с ними о каком-то включении их в политический процесс. Нужно поменять сирийский эстеблишмент. Нужно этот эстеблишмент разбавить оппозицией. И тогда это будут легитимные выборы, надо переписать сирийскую конституцию, и это все должно делаться. Слушай, что-то мне не настоящая оппозиция, не карманная оппозиция осада, которая там участвовала в сочинском процессе. Серьезная оппозиция, которая сегодня находится в Идлибе, и которая сегодня находится в Турции, грубо говоря. Это надо делать. Тогда есть о чем говорить. Вот этот момент главного политического решения, который теоретически Эрдоган и Путин могли бы, наверное, решать, но они оба говорят, что это вопрос внутрисирийского диалога, и сами сирийцы должны этот вопрос решать. Особенно Путин на этом настаивает. Пусть сами сирийцы решают. Сами сирийцы решают. Надо же, чтобы осад этого хотел. Да, должен дипломатический момент для этого возникнуть. Кто-то должен помочь осаду осознать необходимость подобной вещи. А это проблематично. Вот. Поэтому в средней перспективе мне кажется, что минимум полгода у мира есть спокойно подышать. А через полгода, это мой прогноз, да, могу ошибаться, конечно же. А через полгода на заборе мочао начинаем сначала. И тогда надо быть готовым. И Путин, естественно, и Эрдоган. Ну, а общее впечатление, конечно, ребят, от того, что эти люди говорили, и от того, как они тяжело работали, и от того, какие задачи перед ними стояли, и как они смогли, несмотря на то, что прям почти практически безвыходная ситуация была, правда, они, конечно, оба мастера невероятного уровня и смогли договориться, и показали лишний раз, что рационализм, здравый смысл, дружеские отношения, определенные, скажем так, отношения, как коллега к коллеге, понимание общих задач, и понимание выгод от нахождения компромисса, оно победило здесь, да. Лишний раз как бы реализму большой привет. Это большое дело. Игроки, конечно, высокого уровня, и прям это очень хорошо. Это хорошие новости, что они смогли сегодня договориться. Как надолго. Главное, сегодня там перестанут стрелять, и беженцы перестанут бежать. Я считаю, что это очень большое дело. Ну, а дальше много факторов, от которых зависит, что уже будет дальше. Бутик Политик. С понедельника по четверг, с четырех до пяти вечера. Сказал, как обрезал. Добро пожаловать, Бутик Политик. Сейчас стараюсь с вами, Кирилл Задов. Сегодня 5 марта 2020. Четверг. Обещал Афганистан. И давайте быстренько сейчас пробежимся. Значит, в субботу было подписано соглашение в ДОХе. Долго готовил этот соглашение. Соглашение о том, что, значит, талибы обязуются больше не быть, короче, грубо говоря, суть соглашения, что талибы обязуются больше не быть базой для международных террористических организаций, которые и не будут помогать наносить удары по... И этим организациям наносить удары по американским интересам, по американцам и по их союзникам. Вот. Это, значит, первый момент. Второй момент. Кстати, афганское правительство является американским союзником. То есть, по идее, по подписанию этого соглашения, талибы должны были бы не наносить больше удары по афганским силам. Ну, если логику там применять. Ну, логика там как бы не применяется. Вот такая. Другая логика применяется. В общем, ну, там не было обязательства талибана сейчас прекратить атаковать афганские силы. Мы же обязуемся... Значит, процесс уменьшения насилия был за... Неделя прошла, так, что позволило соглашение подписать. Теперь отчет 14 месяцев пошел. Для нашего в случае нормального прогресса во внутриафганском диалоге в этом соглашении написано, то в 14 месяцев мы должны вывести оттуда наши войска. Опять же, непонятно полностью, или кто-то все-таки остается. Есть те эксперты, которые говорят, что кто-то все-таки остается. Вот, потому что они какой-то спецназ, но в небольшом количестве очень. Или инструкторы, неважно. Короче, такое впечатление, что даже по этому соглашению о полном тотальном выводе войск Америка с Афганистаном речи не идет. Но есть те, кто говорят, что нет, идет. Это тотальный полный выход. Источники различаются здесь. Теперь, относительно дальнейшего того, что происходило, после подписания, подписал Золома Хализад, наш спецпредставитель по Афганистану, с главным талифским представителем в ДОХе. Значит, все было подписано. И после этого, вот буквально на днях, талибы атаковали 43 цели афганской армии. Да, кстати, в этом соглашении подписано. Указано, что мы будем содействовать освобождению из тюрем в Афганистане, из тюрем подконтрольных Ашрафу Гани, афганскому лидеру, легитимному президенту Афганистана. Мы будем содействовать освобождению до начала переговоров внутриафганских, которые должны начаться в следующий четверг, через неделю. Должны начаться переговоры между талифами и делегацией Ашрафа Гани. Самые главные переговоры, которые, кстати, с терпением ждут. И мы должны до того, как эти переговоры начнутся, помочь освободить из тюрьмы, из тюрем, 5 тысяч талифских бойцов. На что Ашраф Гани, кстати, конкретно возражает. Но это чуть позже. Значит, вопрос этот, да, относительно того, что полностью выходят войска или не полностью выходят войска, это вопрос. Мы говорим сейчас о том, что в 43 местах талибы атаковали афганские силы. И вчера пришел американский ответ. Мы бомбили уже позиции талибана. Я так понимаю, в Кандагаре, на юге Афганистана. Мы отбомбились уже. Это после этого подписания соглашения достаточно быстрая реакция, что, в принципе, бросает тень на всю перспективу этого соглашения, которое было подписано. И на то, что, в принципе, все это будет идти как положено. Идти. Талибан четко показывает, что он готов разговаривать под огнем. И что, как бы, война, войну, обед по распорядку. Мы готовы говорить. Вопрос пока еще не было прецедента. Мы не видим нормального прецедента такого разговора талибов со Ашрафом Гани непосредственно. С нынешним президентом, переизбранным еще на пятилетний срок, Ашрафом Гани. Значит, как пойдет этот диалог, учитывая, что сам Ашраф Гани конкретно говорит, что никаких пять тысяч, он до начала диалога освобождать не будет. Сначала давайте разговаривать, а потом я буду освобождать пять тысяч бойцов, которые у меня в тюрьмах находятся. И это глупо с моей стороны, правильно? Говорит Гани. Особождать пять тысяч бойцов, которые потом тут же начнут меня стрелять. Зачем же мне это надо? То есть мы видим здесь, что процесс этот наполнен невероятным количеством всяческих препятствий, затяжек и толкований, эти соглашения дают возможность толкования разного сторонам, которые его подписали. Ну, понятно, что президенту это, конечно же, даст возможность говорить, что вот он уже на пути завершения наконец-то афганской войны, которая идет уже почти 20 лет. Ну, 19 лет мы будем 11 сентября, чуть позже 11 сентября отмечать, к сожалению, да, печальная дата. Вот. Значит, ну, мое отношение к перспективам внутриафганского диалога, вы знаете, помню о том, что есть концепция врать во имя достижения высшей цели. Не помню, как она по-арабски звучит, есть термин специальный для этого. Короче, даже если талибы подпишутся, что в Амгани договор, эта подпись ничего не будет стоить, в принципе. Главное, что они будут делать, потому что подписать мирный договор со Амгани они могут, и даже какое-то время выжидать, когда американские войска, например, уйдут, а потом просто в один прекрасный момент закончить. Все это так называемое светское правительство Афганистана, с которым они войдут в коалицию. Если они с ним в коалицию войдут, потому что эта коалиция, она мне с трудом видится. То есть я вообще не с тем понимаю, но об этом я вам уже раньше говорил, я не хотел сейчас повторяться, прям уж так совсем. Вот. Потому как, ну, совсем пропасть между светским правительством Ашрафа Агани и салафитами талибаном, да, таким, исламом седьмого века, ну, слишком большая пропасть, понимаете? Ну, я не представляю себе, как можно эту пропасть свести, хоть к какому-то приемлемому компромиссу. Никак не вижу этого. Вот. Но говорят, что талибы там готовы эти на какие-то уступки, позволить женщинам, наконец-то, получать образование до средней школы, то есть начальную школу получить и там до какого-то средних грейдов в школе учиться, вот, и какую-то даже работу могут позволять им делать под присмотром, естественно, своих мужей. В общем, там много чего интересного есть. Это все пока все настолько в воздухе висит, что не совсем понятно, как это будет. Вот. В любом случае, так как все это идет под огнем, и пока мы не знаем, когда этот огонь прекратится, мы ничего тут не можем сделать, друзья. Остается только ждать и наблюдать, как очередная попытка мирного договора, скорее всего, прямо перед выборами может полностью развалиться. С другой стороны, если этого не произойдет, и какой-то статус-кво будет соблюдаться, хоть какой-то, да, то президент может говорить, что он уже на пути, как бы, к завершению афганской войны. Это уже будет третий президент, который пытается это сделать. Друзья, большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов. Вы слушали «Бутик Политик». До встречи в понедельник. «Бутик Политик». С понедельника по четверг, с четырех до пяти вечера. Сказал, как обрезал.